далее давайте поговорим о безопасной покупке криптовалюты вот вы уже имеете аккаунт на бирже зарегистрированы по моей ссылочке в описании или metamask или траст воли цей впал и прочие прочие приложения но вам же нужно где-то приобрести криптовалюту как это сделать во-первых если вы адекватный человек вы естественно прошли верификацию на бирже байбит кукоин там или окет например на бирже байбит сейчас очень неплохая скажем так ликвидность в пи-ту-пи торговли для российского рынка для рынка снг то есть вы заходите в пи-ту-пи торговлю настраиваете свой аккаунт в пи-ту-пи центре вот здесь это находится вводить адрес своей банковской карты просто 16 цифер без срока действия и сирии вот это вот кода то есть это безопасно по факту именно номер вашей банковской карты является публичным адресом которые также является допустим адрес вашего bitcoin кошелька и без срока действия и сирии никто не сможет с вашей карты по идее ничего сделать но там это и не требуется только номер банковской карты куда переводить случае чего вам деньги когда вы сами будете продавать криптовалюту потом просто выбираете здесь купить криптовалюту выбираете просто нужный вам способ допустим тиньков или сбербанк и так далее тут вот способов оплаты огромное множество тот же самый сбербанк имеется то есть все основные российские банки и просто покупаете криптовалюту то есть выбираете сколько рублей вы хотите заплатить и просто получаете криптовалюту просто смотрите где подходящие вам лимиты то есть этот человек продает от 10 тысяч рублей то есть этот от 80 тысяч рублей здесь от 5000 рублей можно купить криптовалюту то есть нажимаете купить 5000 рублей получаете 50 долларов и все просто нажимаете покупка и переводите деньги на указанные реквизиты просто человеку это безопасная сделка потому что когда вы перевели ему деньги криптовалюта все еще заморожена да он не может отменить эту сделку он может нажать кнопку что он получил деньги если он этого не делает вы жмете кнопку апелляция криптовалюта в это время заморожена и просто разбираетесь тех поддержкой да просто скидывайте скриншот банковскую выпуску что деньги вы перевели а вам допустим не хотят отдавать криптовалюту и просто биржа выносит решение в вашу пользу переводит вам крипту и собственно все то же самое и в обратную сторону когда вы продаете usdt какому-то человеку то сделка защищена главное просто самому не протупить у меня есть несколько роликов папе тупи торговли отдельных так что посмотрите их и не ошибетесь ничего сложного и опасного в этом нет на самом деле и это намного безопаснее чем покупать криптовалюту с помощью каких-то сторонних обменников по факту вы делаете там тоже самое только там особо никаких гарантий не будет и обменник может просто вас заблокировать не перевести вам деньги и никто как говорится им за это ничего не сделает есть различные мониторинги обменников например без без change да где вы можете выбрать способ оплаты какую криптовалюту вы хотите получить на какой адрес и так далее большое количество тут имеется обменников на большинстве из них также требуется кей войси верификация кстати говоря а еще если обменник ненадежный вас могут кинуть это раз второе вам могут перевести грязную крипту 2 что такое грязная крипта это крипту которая использовалась для какой-либо незаконной деятельности такую крипту отслеживают и если в итоге она попадет на вашу биржу когда вы естественно ее купите то у вас могут в теории заблокировать аккаунт вам придется потратить какое-то время чтобы разъясняться с биржи и так далее а могут даже и не разбанить в итоге потому что крипта грязная когда вы покупаете крипту петупи на бирже такого произойти не может так что по факту самый безопасный простой способ купить криптовалюту это петупи торговля далее давайте поговорим о переводе криптовалюты на какой-либо адрес и так первое что вы должны знать при выводе криптовалюты на какой-либо адрес что вы ни в коем случае не должны ошибиться в адресе куда вы переводите всегда перепроверяйте начало середину и конец вашего адреса чтобы все совпадало потому что существуют такие вирусы которые при копировании адреса вставляют уже свой адрес то есть вы скопировали свой адрес вставляете его в адрес бирже куда перевести деньги а вирус подменяет его своим мошенническим адресом и в итоге вы переводите деньги не себе а мошеннику то есть существуют такие вирусы поэтому адрес куда вы переводите вы всегда должны обязательно проверить как с биржи так и с дефа и кошельков таких как metamask trust вольт и так далее всегда проверяйте адрес и второй вариант это никогда не копируйте адрес из истории то есть тот адрес куда вы уже переводили деньги или откуда вам приходили деньги также существует такая мошенническая деятельность как перевод мизерных сумм с похожих адресов на ваш кошелек то есть вы куда-то получаете отправляете деньги да и в итоге мошенники вам с похожего адреса присылают там мизерную копеечку и в итоге этот перевод он в истории будет выше всего да вы такой но я уже переводил туда так что просто берете копируете адрес вставляете его снова и отправляете в итоге деньги мошенникам они себе то есть всегда копируете адрес там куда вам нужно перевести ну с биржи на биржу заходите на биржу они в историю оттуда копируете кошелек вставляете его и делаете перевод снова же мы подходим к еще одной важной вещи вот допустим мы выводим деньги с биржи байбит на какой-либо адрес еще один очень важный момент это правильный вид сети если вы вставите адрес кошелька допустим binance smart chain а здесь выберите вид сети тирси 20 трон то ваши деньги просто не придут они затеряются в блокчейне и вернуть вы больше не сможете то есть вид сети всегда должен совпадать там где вы получаете там где вы отправляете всегда одинаковый исключением может составлять кошелек metamask который для разных сетей он единый одинаковый в metamask у вас один адрес на все сети финанс smart chain эфириум и прочие 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 адреса которые у вас в metamask в одном кошельке адрес будет одинаковым но если вы переводите с биржу на биржу ваши деньги могут просто затеряться навсегда также проверяйте чтобы кошелек был полностью скопирован если у вас снова же не будет хватать какой-то буквы или цифры деньги также могут потеряться поэтому не переписывайте адреса кошельков вручную но и снова же о хранении криптовалюты вы должны понимать что биржи скамятся допустим тот же самый крупный крах там ftx биржи или биржа заплакировал российских пользователей и так далее если это какая-то биржа малоизвестная то они могут вам принципе не вернуть ваши деньги да то есть крупные биржи как правило таким не занимаются не убивают свою репутацию но если бирже прям конкретно соскамилась если там какого-нибудь главного села посадили и так далее или биржа занималась какой-то деятельностью использовала деньги клиентов и так далее то есть мы не застрахован от того что в один прекрасный день финанс просто возьмет и перестанет существовать и все деньги которые на нем находятся просто также перестанут существовать и никто их не сможет вернуть биржи также взламывает деньги оттуда воруют поэтому не храните деньги на своих биржах то есть не хранить эти деньги которые вам не нужны для торговли именно хранить деньги вы должны в безопасных местах Например, холодный кошелек, но вам наверное уже все уши прожужжали этими холодными кошельками, но он также стоит денег и не у каждого есть деньги, чтобы купить этот холодный кошелек. К примеру, вы можете хранить свои деньги на каком-нибудь метамаске, но который вы не используете для подключения к каким-либо сайтам. Создали себе, допустим, какой-то отдельный метамаск на отдельном телефоне или на отдельном компьютере или хотя бы на отдельном защищенном браузере. Если у вас какой-нибудь антивирус АВАЗ, то вы можете даже браузер АВАЗ защищенный скачать или браузер Brave также имеется. Погуглите защищенных надежных браузеров, хватает. В него завели отдельный аккаунт метамаск, вы этот браузер не используете, кошелек этот не используете и только храните там деньги. Сид фразу также где-то отдельно надежно спрятали. Даже если компания метамаск схлопнется, исчезнет, прекратит свое существование, у вас есть сид фраза из ваших слов. Все DeFi кошельки, они имеют такую уникальную способность, что они взаимозаменяемые. Если метамаск прекратил свое существование, соскамился, то никто ваши деньги не украдет, потому что сид фраза ваша имеет столько у вас. И вы просто берете эту сид фразу, вставляете в какой-нибудь Trust Wallet, SafePal или в другой кошелек и получаете все ваши деньги. То есть они будут на этой сид фразе, они будут на этом кошельке, который вы подключите. Это как один из вариантов, такой более простых, чем покупка холодного кошелька, если у вас нет на это средств. Но лучше всего, конечно же, хранить деньги на холодном кошельке. У меня у самого этих кошельков два, но также деньги, которыми я торгую, раскиданы по различным биржам. То есть я в любом случае даже те деньги, которые использую для торговли, я не держу их на одной бирже. То есть у меня где-то что-то на Кукоине, где-то что-то на Окиксе, где-то что-то на Байбите, где-то что-то на Метамаске и так далее. То есть не храните яйца в одной корзине. Самая заезженная фраза, наверное, в мире криптовалют. Снова же давайте переключимся в Метамаск. Вот у меня имеется Метамаск, который я использую для всякого хлама, скама и так далее. На котором я не храню деньги, не больше того, что мне нужно использовать конкретно для определенных действий. Подключиться к какому-то сомнительному проекту и так далее. Ну и немного BNB, чтобы видеть, кошелек у меня еще живой или уже с ним что-то не так. Как вы себя должны защитить в DeFi сфере? Тот же самый Метамаск. Первое. Имеется подключенные сайты. Нажимаете подключенные сайты, видите сайты, к которым подключен кошелек. На данный момент у меня подключен кошелек этот только к сайту RevocCash. У вас здесь может быть огромное количество различных проектов. Я рекомендую вам раз в несколько месяцев отключаться от этих сайтов. Потому что при подключении к сайтам вы все равно выдаете определенное разрешение этому сайту. То есть там могут быть какие-нибудь вредоносные контракты или в конце концов многие DeFi проекты также взламываются. То есть первое, как мы себя обезопасиваем, это отключаем ненужные сайты. Второе. Тот самый сайт RevocCash. Зайдя на него мы можем увидеть, каким смарт-контрактам мы давали разрешение. То есть каким токенам мы давали разрешение на использование нашего кошелька. Также могут быть различные скам-проекты. То есть когда вы пытаетесь обменять какой-либо токен, он спрашивает у вас разрешение на использование криптовалюты. Мошеннические токены могут просить разрешение использовать все ваши токены и вы этого не заметите и не поймете. Таким образом вы даете разрешение, пробуете обменять токен, понимаете, что он у вас не обменялся. Вы думаете, ну какая-то хрень непонятная, да, и забываете. А в итоге в тот же день или на следующий день этот смарт-контракт просто берет и вычищает ваш кошелек в ноль. Ворует все ваши деньги и вы остаетесь ни с чем. Также смарт-контракты, естественно, взламываются. Или проекты сначала кажутся нормальными, а потом просто уходят в скам. В общем много различных случаев, поэтому просто там раз в месяц, раз в два месяца заходите на сайт там revok.cash, да, ревоков различных много. Есть более удобные, есть менее удобные. И вы просто берете и отзываете разрешение смарт-контрактом. Просто берете вот так, нажимаете кнопочку отозвать. Появляется табличка, платите, допустим, в данном случае несколько центов и все, транзакция отправлена, разрешение отменено. Больше мой кошелек с этим токеном ничего не связывает. В случае, если он снова вам понадобился, просто заходите и снова даете разрешение. То есть, когда пробуете обменять, он попросит у вас еще раз дать разрешение. То есть, можно вообще убирать все и каждый раз подтверждать заново, да. Только не забывайте, что вы будете платить там от 2 до 7 центов в криптовалюте за то, чтобы отозвать это разрешение. Ну, естественно, там в каком-нибудь эфириуме это может стоить дороже. То есть, в Binance Smart Chain он более распространенный, в нем это стоит немного дешевле. На сайте Metamask, в приватности и в защите, имеется статья про эти ревоки, да. И имеется несколько сайтов с этими самыми ревоками. Также хотел бы обратить ваше внимание на то, если у вас вдруг появился какой-то непонятный токен в вашем кошельке. Допустим, 10 тысяч токенов какого-то неизвестного там HTTP, неважно название, да. И вы заходите на PancakeSwap, выбираете этот токен и видите, что он стоит ничего себе. Вот, заходим на Metamask, смотрим. Вот, нажимаем управлять токенами и видим, что вот имеются у нас различные токены здесь, да. Например, токен Pizza. Я понятия не имею, что за токен Pizza, да. Например, там токен какой-нибудь ИСУС, да. Откуда у меня токен ИСУС, я понятия не имею. Но в моменте вы можете нажать на него и такие смотрите. Оп, все токены ИСУС, к примеру, стоят 10 тысяч долларов. У меня с каким-то другим токеном такое было. Но вы должны понимать, что никто не мог вам случайно какой-то токен, да, перевести на 10 тысяч долларов. Вы нажимаете обмен, происходит вызов смарт-контракта, вы подтверждаете этот смарт-контракт и разрешаете этому смарт-контракту своровать ваши деньги с вашего кошелька. Поэтому, если у вас на кошельке лежат какие-то непонятные токены, то просто забудьте про них. Скорее всего, со 100% вероятностью это скам. Ну и, скажем так, в завершении сегодняшнего ролика, а я, кстати говоря, планирую, наверное, сделать цикл подобных роликов, прям отдельный плейлист, потому что все способы скама в одном ролике не разберешь. У меня есть отдельный плейлист по скаму на арбитраже криптовалют. Там уже собралось, по-моему, 11 роликов с разными схемами. И думаю, что тут тоже с безопасностью будет прям отдельный плейлист, который будет нести пользу. Ну и в заключении хотелось бы сказать, что еще один, скажем так, очень частый способ развода людей, который как раз вот ведет к вот этому арбитражу и прочим способам заработка, это просто пишет какой-то человек и начинает с вами общаться. Типа, привет, я увидел тебя в таком-то-таком-то чате и начинает рассказывать о себе, спрашивать о вас. И потом невзначай такой начинает рассказывать, что, ну слушай, дружище, а вот я зарабатываю, например, на арбитраже или на пампах криптовалют или на какой-нибудь випке платной группе и так далее. Если хочешь, я поговорю с админами за тебя и, может быть, мы возьмем тебя в свою команду. Ребят, любой человек, кто вам пишет подобное, начинает, то есть, общаться, рассказывать о себе, втираться в доверие, а потом предлагает заработать, это скам, это скамеры, это мошенники, любой, кто написал вам личку с каким-либо предложением, аирдропов, еще что-то заработать и так далее, это все скам. Просто задавайте себе логичный вопрос, если все так просто и человек зарабатывает хорошие деньги, зачем ему вы? Тем более, если никаких рисков, не нужно использовать никакие банковские карты, которые в теории могут заблокировать и прочее подобное, если только биржи, допустим, участвуют в этом самом заработке, то вы-то им зачем, если они уже зарабатывают большие деньги? Зачем? Чтобы просто помочь вам заработать? Да кому это надо-то? Да, они, конечно, могут сказать, что это не бесплатно, мы будем забирать с вас 20% прибыли и так далее и тому подобное, но если схема и способ простой, то никто не будет за 20% рассказывать эту схему и, собственно, гонять людей. Они будут зарабатывать сами и эти люди и сейчас, прямо в данный момент зарабатывают это сами. И ни за какие бабки они не поделятся с вами вот этой вот самой информацией. Просто задайте себе простой вопрос, если они зарабатывают, зачем им я? Вот и все. А если вы сомневаетесь, обманывают вас или нет, пишите мне по ссылочке в описании и я подскажу вам, пытаются вас обмануть или нет. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски этой и других рубрик. Берегите ваши деньги. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.